Егору Моисееву 7 лет. Стиснув зубы, он сконцентрировался, чтобы в точности повторить то, что накануне сказал ему тренер. Так начинается спортивная карьера у большинства мальчишек и девчонок, увлеченных рукопашным боем. В Щелковском спорткомплексе Подмосковья состоялись ежегодный чемпионат, первенство по всестилевому карате и турнир среди юных участников, спортивный дебют. Что ты делал? Расскажи. Киана Шудан и Тайоку Шудан. Не всегда все получается, что задумано, но это и есть спорт, как сказали, без проигрыша не бывает побед. Около 200 спортсменов показали программу в ката и умение вести бои в Кумите в поединке между Кизымом Мухаяном и Максимом Поповым. Последний получил нокдаун и уступил сопернику. 13-летнего Кизыма из Щелковской гимназии тренирует известный мексиканский тренер Мануэль Руис. Надо стремиться к своей цели, никогда не идти назад. Брюсли говорит, когда кто-то делает 10 тысяч разных ударов, я его не боюсь, а когда делает один удар 10 тысяч раз, я его боюсь. Выступали юноши и девушки не только от Щелковской и Московской федерации всестилевого карате, спортшколы Щелкова, но и представители из подмосковных и рязанских клубов. Нынешние соревнования – неотъемлемый этап для появления борца на областном турнире. Чемпионат и первенство – это борьба нашей спортсмены для участия в первенстве чемпионата области. Сегодня есть представители двух клубов московских. Сама федерация Московская федерация посетила карате. Как говорится, победить сильнее. В поединке за третье место Настя Горина из Рязани одолела давнюю соперницу, с которой выступает на протяжении трех лет. Я это очень ждала сильно. В основном это было эпично. У нее не получалось наносить удары мне. 40 комплектов наград разыграли на соревнованиях, и добрая половина медалей досталась дебютантам. А это более ста спортсменов. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.